Уважаемые коллеги, я попросил перенести доклад, потому что очень рассчитывал, что успеет Дарья Шучкова на конференцию, она бы я прислал смс-ку, что он будет где-то рядом, что он уже за углом, но что-то так девочка и не приехала. Но дело в том, что почему? Хочу, чтобы она докладывала, она в этом году закончила блестящий институт, получила степень магистра и поступила в аспиратуре. В рамках магистерской диссертации она, при участии и моего, и Дмитрия Юрьевича Уласова, провела очень интересный эксперимент, получил очень интересный результат по разрушению кирпичной кладки продуктами жизнедеятельности микроорганизмов. Кстати, вот здесь, по-моему, вы говорили, что кто-то там бугал народ с ужасами, вот я перед вами тот самый нехороший человек, который бугал. Ну, действительно, вопрос подземного пространства, это очень серьезно, биоразрушение подземного пространства. И, наверное, на следующей конференции я обязательно расскажу, потому что у нас опыт есть уже лет 15 или 16 лет, и занимаемся периодически, правда, вопросами подземного пространства, биоразрушения сооружения подземного. Итак, как здесь у нас переводится, что-то есть вот так, да? Ага, не все, что-то, не на то шли. Значит, уважаемые коллеги, значит, существует несколько механизмов биоповредения каменных конструкций. Здесь перечислено химическое увлажение в строительные конструкции, механическое воздействие. Вот красный мы выделили, это отдельный такой подвиг, который, в общем-то, мы, ну, я сейчас хотел одну создать очень высоко, сказать, открыли, ну, не открыли, а зафиксировали. Скажем, да? Вот еще один механизм разрушения под действием продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Это за счет образования кристаллов при взаимодействии метаполётов с каменных. Ну, это химическая коррозия металла. Значит, здесь тоже много шла речь о коррозии металла. Это питинговая, сплошная, но механизм коррозии металла, значит, это в основном, безусловно, кальваника. А вот, когда мы видим многие толстые слои коррозии металла, это уже работает и биология. И комбинированное воздействие, в том числе в сочетании с другими факторами разрушения строительной конструкции. Я сейчас хочу быстро-быстро, буквально, буквально, буквально. О, вот и замечательная дарита. Дашь, я специально докладываю. Понятно, да? Вот. Я сейчас надо очень быстро просто, скажем, как мы сказали, веселые картинки покажу по разрушению камня по действиям микроорганизмов. И не только микроорганизмов, в данном случае это и мехи, и лишайники. Вот. Это разрушение гранитных скалов, хранитных скалов на Карельском перешейке. А Дарья тогда расскажет уже более подробно о результатах своей работы. Вот, пожалуйста, разрушение микроскопическими выдустями, которые формируют пленки, вырабатывают агрессивную кислоту и так далее. Разрушение природного камня на наших памятках. Вот здесь мы видим и лишайник тоже, и лишайник, а в первую очередь лишайник. Но, как правило, на камне мы выделяем биодеструктор основной, в данном случае лишайницы. Но, кроме этого, здесь присутствуют и грибы, и бактерии, которые тоже вносят свой вклад в разрушение природного камня. Вот тоже высшее растение. Самое страшное вообще, на мой взгляд, не разрушение, потому что корневая система разрушает огромные массивы каменных конструкций. Просто огромные. Ну, знакомые картинки, да? Наверное, догадываетесь, где-то все это происходит, но я не буду говорить, потому что музейщики очень не любят, когда мы начинаем показывать их, скажем так, не с очень хорошей стороны. Но вопрос о сохранении памяти очень серьезный. Пожалуйста, вот здесь вот у нас... А, вот мышка, да. Вот здесь у нас идет разрушение пульточной камни, глубокое, на несколько сантиметров. Здесь, под действием, опять-таки, водности и самосерных травм идет разрушение камни. Вот хороший вид показывает. Вот эта березочка, которая на этом кадре, на лишнике 15. А вот ее корневая система, это уже ниже, мы специально просто счетнули штукатурку, которая отварилась. И вот ее корневая система, которая прекрасно видно, как разрушает каменные конструкции. Любезно предоставил рисунок 17-й наш ведущий. Это у нас прямо в политехе такие картинки, березы разрушают наши крыши. А справа, классика жанра, корни тополя разрушают великолепный бутылый фундамент. Ну, в этом здании, скажем так, их мест было четыре. В тот момент, когда я их обследовал, тополя уже были спирены, были только пеньки. И когда мы их увидели, нам пришлось все эти восемь дней выкорчевывать. Ну, также повреждение мраморной скульптур. Вот так выглядит при большом увеличении зоны биоразрушения именно мрамора. Это уже электронная микроскопия. Здесь сидит металония микроорганизмов, которые в микротрещинах присутствуют. Ну, самое главное, что вот бактерии, мы будем говорить сейчас о бактериях и гибарской новости, значит, хеморитотрофы и хемоорганотрофы. Нарганотрофы – те, которые требуются для развития органика, а хеморитотрофы, которым органика не нужна по поводу минерального и минерального масла. Есть микроорганизмы, которым органика вовсе не нужна. Так вот, в результате различных химических преобразований они могут восстанавливать в середине серы и азота, образовывать азотно-серные кислоты, вызывать распорение и коррозию металлов. Образовывать органические кислоты, растворять силикатные породы и окислятельные металлы. Вот классический пример, который я всегда на лифте предложил. Это оголовок колонны на станции БКВ-1, на международной правовой станции блок контактной очистки-1. Этот бетон, когда я взял в руки, он просто у меня высыпался между пальцами. Это, когда я обслуживаю в лаборатории, в чем дело, огромное количество нетеррифицирующих бактерий. Совершенно было непонятно, как будут в контактной очистке воды взялись нетеррифицирующие бактерии, откуда они берут азор. Я долго бродил вокруг здания, долго думал, пока не увидел именно рядом с этим углом склад аммиокат. Все стало на свои места. То есть, когда переливают мяк, со сквознячком сюда упадает, а влажности более чем достаточно, что там 3000 квадратных метров влажные открытые поверхности воды. И вот, пожалуйста, идет разрушение и бетона, причем полное разрушение и металла. Ну, вот это там же, на буквальном результате вот этих процессов, на которые опирались трубы. Но, опять-таки, это ужасы нашего городка. Вы видите, как разрушается камень. Ну, и вот, наконец-то, очень часто люблю я вот этот слайд, показывают, как разрушается поддействие микроорганизмов в результате их жизнедеятельности, даже полированный гранит. То есть, он отшелушивает, знаете, как чешуйки улыбки. Опять-таки, посмотрели, здесь, вот эти черные налеты, корки, да, это не пленки на самом деле, в сочетании с грязью, которая впадает сюда. Это то и другое. Вот в этот корпус мы нашли тоже большое количество нитифицирующих бактерий, большое количество грибов. И, значит, вот есть еще такой вид грибов, малой гриб, он специфичен для деревянных конструкций. Он опасен для деревянных конструкций, и он органотроп. Но посмотрите, где он расположился. Он расположился, кстати, в очень уязвимом месте. Там, где-то увеличенная фотография, это арка в зоне опирания арки на несущую стенку. Откуда он там взялся? Как он не должен там быть? Ну, скорее всего, это были протечки из фановой трубы, органика попала в терпичную кладку. Это было достаточно, потому что начало развиваться этот малой гриб. И вот мы сейчас видим, что здесь данный вид грибов пленочного просто механически разрушает этот узел. Причем, наверное, наиболее уязвимое. Фотографии, которые предоставлены, опять-таки, наши ведущие, большое спасибо, классика. Это говорит о том, просто фотографии демонстрируют, насколько опасен и почему домовой гриб попадает в кирпичную кладку. Изначально у нас вот лежали доски, домовой гриб сожрал все, что там мог съесть, и дальше он начал искать пепропитание. И вот пошел своими мецелиями, пошел вверх и пошел по земле искать, где бы еще что-нибудь его покушали. Если кирпичной кладкой, как это было, не буду называть этот музей, прокачали ее гидрофобным составом, в котором было полнорганики, а в результате полутораметровая кирпичная кладка была пронесена вот этими самыми целями, и гриб вышел внутрь подвала, и мы уже видели его со шляпкой, с ножкой, ну, прямо дешеньки. Красота. Думаю, зачем ездить на корейский перешей, ножом по баллам, конечно. Вот особенность. Смотрите, опять-таки, биоразрушение происходит очень потно, я так это назвал, потому что, если мы посмотрим на краску, краска внешне вполне привычного вида. И только там, где ее и упало, случайно, мы увидели колонии грибов. То есть, слое между краской и стеной, и штукатуркой, развивается колония грибов. В конечном итоге, конечно, краска эта вся осыпется и отвалится. Ну, вот это, ой, здесь даже написано, где? Не стер, извините. Отлата держит небо на каменных руках, на пластике, вот это был 2000 год, и вот такая картина, сталактита, откуда идет такое сильное вымывание карбонатных пород. Ну, я не буду сейчас, опять-таки, долго рассказывать про все механизмы, но я могу сказать, что микроорганизм, принимает активнейшее участие в растворении карбонатных пород, который, в конечном итоге, перекрутил в такие замечательные сплактивы. Опасность биоразрушения каменной конструкции, продемонстрирована на этом слайде. Смотрите, разрушается и кирпич, и несущие балки. Ну, я скажу, в нашем городе уже точно знаю, было, например, что упал один магазин вниз, в подвал, как-то упал подбрасыванный снегом под весной двор, и все это в результате биокоррозии, несущей конструкции подвального помещения. И, наконец, сейчас я уже хочу слово передать дарите, но здесь, я хочу сказать, мы несколько лет назад провели такой рисуночек, такой эксперимент, вот белый цвет, это не что иное, как карбонат кальция, мы налили туда питательный средний бульончик, посадили грибочки, посмотрите, что происходит вокруг колонии грибов. Карбонат кальций твердо растворим, трудно растворимая соль, прекрасно растворяется в органической кислоты. А теперь, если путь сюда пойдет водичка, то, естественно, этот раствор уже будет тоже выноситься, то есть карбонат кальций, оказывается, может выноситься к такому механизму. Хотя основной, безусловно, когда большое количество углекислого газа попадает в воду, а опять-таки это результат жизнедеятельности у микроорганизмов, то карбонат кальций, это и вот гидрокарбонат кальций, уже растворимый выносит, а потом опять выпадает в виде карбоната кальция. Так, и я с удовольствием теперь передаю слово дарите, она расскажет про тот эксперимент, который мы провели. На мой взгляд, очень интересные результаты, и вот я то, что сказал вначале, может быть, мы не открыли, но наблюдали новым механизмом, который, по крайней мере, не отпустим на разрушение кирпичных планов. Прошу, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. В рамках моей магистрской работы мы сделали очень интересный эксперимент. Мы помещали из висковую штукатурку и из вискового кладочного раствора в растворы кислот, разной концентрации. Кислоты мы взяли органические, потому что именно их выделяют самые опасные, часто встречаемые микромицеты. И концентрация этих кислот тоже была разная. В первом эксперименте это был эксперимент с высокими концентрациями кислот, щебелевая кислота была взята 10-процентная, лимонная, яблочная и янтарная по 5. И во втором эксперименте с низкой концентрацией кислот мы снизили все в 5 раз. Очень интересные результаты получились. Мы проводили эксперимент в течение 48 дней, и вот что вышло. Собственно, мы выяснили, что щебелевая кислота достаточно сильно в 5% разрушает висковую штукатурку, и лимонная кислота в 5% также очень опасна, собственно, так же, как и яблочная. И самое интересное, что в емкости с янтарной кислотой мы получили полную перекристаллизацию раствора, то есть у нас выпали соли, которых мы не ожидали того видеть. Они сначала поползли по банке, так скажем, по стенкам, по стенкам, а потом перекристаллизовали весь раствор так, что можно было прокинуть банку, и все оставалось на месте. Также в лимонной кислоте у нас полный распад образца произошел. В яблочной кислоте тоже можно было наблюдать выпавшие кристаллы соли, но они были там наподобие сахара и оседали на дне. И да, вот опять же, нижние две фотографии, это, собственно, вот лимонная кислота, как перекристаллизовала нам весь раствор. Собственно, выводами сделали следующее, что щавелевая кислота для звездковой штукатурки наиболее опасна 10%, лимонная для обеих, для и звездковых клачных растворов, и звездковой штукатурки достаточно опасна. Яблочная кислота опасна, потому что в ней образовываются кристаллы, и опять же, гентарные, потому что огромная перекристаллизация у нас пошла. Дело в том, что это очень опасно, потому что микроницательные, когда живут в какой-либо конструкции, они живут и выделяют кислоты. И эти кислоты вступают в реакцию с компонентами того материала, где они живут и развиваются, и очень часто образуются соли, вот как с гентарной кислотой. И именно эти соли могут, собственно, они дарят на стенки пор, и происходит так называемое выпучивание материала. И также вот здесь график на диаграмме, которую вы можете видеть, она показывает, насколько сильно разрушивались наши образцы по отношению к первоначальному весу. Вот фиолетовая, это вес просушенного осадка, который получился у нас после эксперимента. Еще один очень интересный метод был рассмотрен в рамках магистрской работы, это метод заделания. На самом деле ничего особо сильно нового в этом методе нет, главное, что мы применили его для микрологических проб, микрологических проб, точнее. То есть брали все как обычно по этому методу, крипичную кладку, примерно 5 сантиметров можно пройти в раздушную крипичную кладку с помощью этого метода, и потом лабораторию на экспертизу. Вот некоторые результаты по обследованию, которые мы получили, например, в Новгороде, построили графики зависимости от глубины нашего прохода к шлямбурам от колонии образующих единиц. Очень интересно получилось, что почти у всех объектов, которые мы изучали, самое большое объект у нас на поверхности, то есть на поверхности наших конструкций. Также вот кухонный корпус психиатрической больницы тоже достаточно высокий, получились у нас результаты, 25 тысяч почти. Вот здесь немножко все изменилось. В Петропавловской крепости скачок получили мы достаточно большой, в точке 8 миллиметров. Вот эти результаты вообще выбывают из всей картины наших обследований, потому что здесь три пика, и один из них на поверхности, как и ожидалось, а другие на расстоянии 15 и 38 миллиметров. Это, собственно, говорит нам о том, что влага в конструкции была неравномерно распределена, и там, где были повышенные участки с повышенной влажностью, у нас, собственно, и разбились эти микроницеты наши. Вот также в Петергофе, в Капеле, произошли очень странные тоже у нас изменения с границей. Получается так, что самое большое число микроницетов мы обнаружили на глубине 26 миллиметров, это вообще очень странно. Но опять же, значит, там была влага вот так распределена, так, что получились такие результаты. Дорогие, я немножко добавлю на них. Значит, там речь идет о том, что по всей видимости там не только влага была распределена неравномерно по утолщению кладки, но, наверное, и питательная среда, то есть загрязнение терпичной кладки органика тоже самое, она может быть неравномерна. И самое интересное, вот там, естественно, на данном графике вы видели, что на поверхности у нас оказалось микроницетов намного меньше, чем внутри. Вот сейчас, я могу сказать, мы, наверное, первые в нашей стране, по крайней мере, кто пошел в зубы. Все из обычных обследований делают только по поверхности. Но очень важно, что в этих глубинных, потому что на самом деле от этого зависит и рекомендация. Просто помраться, где все пройдет, не всегда это помогает. Даже там бывают более вертикальные методы по лечению кирпичной кладки и других каст. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ. Еще и до вопросов. А, Сергей, это очень страшно приходит по самому городу везде, что это канцерогены. Вот такие вот темы могут быть. Да, многие биодеструкторы, грибы, они являются условными ботогенами. Вот эти пресловутые асбергилы, миниеры и так далее, они действительно могут оказывать опасное влияние на здоровье человека. Но эта тема отдельно и страшила. Могу сказать только одно, что я и личный опыт, когда у меня рабочие не послушали с меня, сняли маски и стали работать без масок в вещей, которое было сильно обсуждено. В результате парню трофь с молоком, одному 27, другому где-то в районе 30, один не доехал до дома, другой оказался в полиции, а второй долго пролежал время, задышался грибом. Слышите, да? Эти остались живыми, эти остались живыми. Не в домах. Первый, да, надо какую глубину, потому что можно проникать на корабли. Это маска, 55 миллиметров. Спасибо, спасибо за хороший вопрос. Скажу честно. Все определяется в возможности, насколько можно забить шлямбру. От степени это уже не кажется. Понимаете, в чем дело? Не напряжешь шлямбру, не пройти там, в полиет. Почему не хорото? А вот это, отлично. Потому что, когда используется не шлямбурный аппарат, как вы и сказали, не угревается все дело в материале, может из-за изменения температуры погибать. Некоторые микроорганизмы могут там погибать. Или все, или нет. И это может высказать всю картину. А если честно, то вам сейчас... Все руки... Нормально. Одна малая скорость, он ничего не нагреет. Без вращения. Если ударный метод, без вращения... Будем работать над методом. Главное, чтобы... Понимаете, вращение, понимаете. Очень сильно, что вращение... Вы считаете, когда в любом мире, по-моему, 40 градусов, и все. 60 градусов, и вы получили... Мало сказать, я. У меня другой вопрос. Ну, можно спросить. Вопрос, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вот вы интересные сведения приподнесите влияние кислот на все остальное. Насколько это было известно до вас? То, что кислоты выделяются в микроорганизмы, сверху до нас. Что кислоты выделяются, это знали еще давно-давно-давно. И в техниках. Что эти кислоты, вот так-то, так-то, как она сейчас доказала, влияют на то-то, то-то, то-то. Это пока до нас, к сожалению, мы трудов таких не знаем. О том, что проводились эксперименты с этими кислотами по бетону, я знаю, были дела, было дела. А чтобы с листовой штукатурки точно не черчалось. Так вот, мое предложение. Вы хорошенько посмотрите, что было до вас, потому что тянет на открытие. Да-да-да, не смейтесь. Хорошо, потомница. Очередь в Нобелевский комитет мы уже занимаем. Спасибо вам большое. Спасибо. Еще вопросы есть? Допросто. Скажите, пожалуйста, окончательно избавиться от этих организмов от конструкции нельзя. Я не надо. Воспространение или нет? Я все равно остаюсь. Отвечаю. Можно. Если обратитесь к нам. Это угроза или реклама? Констатация пахнет. Пожалуйста, вопросы. Еще вот вы упомянули про детрофобизацию. То есть она помогает с этим или нет? На кого-то выгружаетесь? Детрофобизацию мы что-то не упоминали. Такое слово не говорили. Кирпичный клапсум. Про кирпичную клапсум, про детрофобизацию я отчетался. Но сегодня, раз я, по-моему, это слово не говорил. Но это совершенно разные вещи. Безусловно, детрофобизация, она способствует, точнее, препятствует увлажнению строительной конструкции. Безусловно. Стало быть, она уменьшает вероятность биозаражения. Однозначно. Все, что можно детрофобизировать, надо детрофобизировать. Спасибо. Еще вопросы. Дальше, спасибо. Спасибо. У меня есть вопрос. Это просто, какое замечание, по поводу этого вопроса, страшилась ли опасность? Просто на Камском ГЭС, но все это с реальностью, я говорю, это полноопасность. Значит, когда подходят там, как говорится, было кирпичное сооружение, на территории станции, стенки вокруг бетона и прочее, но, чтобы оттуда было рыпло, это ясно, нельзя сказать. Но когда мы ее сняли, там, где отличная кладка была, черная вот такой грязь, значит, черная вот грязь, вместо раствора кирпичи можно было вынимать. То есть, кладка была разрушена полностью по раствору, раствор светит, черный цвет, я могу вам ответить, что здесь я почти уверен, что здесь поработала биология, почему? Потому что, когда мы в первый раз применили вот этот метод на морском соборе, значит, в Кронштадте, то там как раз самая большая концентрация грязь оказалась в перекладном слое между известковым раствором и кирпичной кладкой. Когда мы уже в кладку заезли, и в кладку заезли, и кирпич просто вынимали. Да, 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 да. Это мы согласны. Спасибо. Еще? Тогда мы благодарим и вручаем директору ООО «Биоспейсстрой» ценительства участия в ассоциации. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ